Приветствую друзья! Сегодня я вам расскажу про несколько полезных и не очень вещей, которые я распечатал на своем 3D принтере. Покажу, для чего может применяться 3D принтер в реальной жизни, немного покажу процесс моделирования и итоговый результат. Также вас ждет небольшой обзор компактного 3D принтера, с которым я экспериментирую уже больше месяца. И у меня сложилось о нем определенное мнение. Посмотрим комплект поставки, расскажу о нюансах сборки и на что стоит обратить внимание. Поговорим о плюсах и минусах этого принтера, а также оценим качество печати. Ссылку на принтер и производителя я оставлю в описании. Видео вас ждет бонус. Уже традиционно одному из вас я подарю кое-что полезное, напечатанное на 3D принтере. Не переключайтесь, будет интересно. Принтер называется Flying Bear A1-2. Область печати принтера это куб со сторонами 190 мм, что перекрывает большинство потребностей для домашней печати. Принтер имеет простую и надежную конструкцию. Управление производится посредством сенсорного экрана с удобным меню. Поддерживается печать различными видами пластика, в том числе и гибкими. Давайте напечатаем на нем несколько классных моделей, а после расскажу про принтер немного подробнее. Первая модель это, наверное, самое сложное, что я печатал на данный момент в 3D принтере. Экшн-фигурка в масштабе 1 к 6. Состоит из большого количества деталей и все собирается с помощью строительных стяжек. Все элементы подвижные, есть различные варианты сменных рук. Одним словом, крутая модель. Одной вещью в списке желаний стало меньше, можно вычеркивать. Как видите, на готовой фигурке следы печати заметно не сильно, так как я делал уже постобработку. Подробно останавливаться на этом не буду, так как это тема для отдельного разговора. Вторая модель это продолжение идеи с экшн-фигуркой, а именно стеллаж для хранения оружия и аксессуаров. Я уже разместил кое-что на нем. Буду печатать еще секции, так как есть желание расширять коллекцию. Само собой, с последующей окраской. Видео с покраской М16 Блажа есть у меня на канале. Ссылочки я на них тоже оставлю в описании. Так как в процессе печати расходуется пластик, то остаются пустые вобины. Сами по себе они ценности не представляют и, как правило, идут просто в помойку. Но некоторые люди приспосабливают их под органайзеры. Готовой модели, которая меня бы устроила, я не нашел. Поэтому я решил смоделировать простенькую подставку под краской самостоятельно. Каких-то специфичных навыков для этого иметь не нужно. Мне хватило просмотра обучающего ролика на ютюбе. Главное правильно снять мерки и потратить немножко времени. Для удобства печати я условно разделил на три секции по четыре банки. После пробной печати я внес небольшие правки и напечатал шесть секций для двух катушек. Расход пластика на одну секцию всего 10 грамм. И вот что у меня вышло. По мне так это здорово. Получился вместительный и удобный органайзер под краски. Для тех, кто хочет сделать такой же, я оставлю в описании ссылку на 3D модель для самостоятельной печати. Также мной были смоделированы и напечатаны ножки полок и проведена небольшая перестановка на столе. Переставил более удобно свои органайзеры Twin Models, а также поставил пару полок в левой части стола, увеличив полезную площадь для размещения вещей. Помимо этого, мной были найдены и распечатаны готовые модели крючков для аэрографов и ножниц. Теперь они находятся всегда под рукой и у каждого свое постоянное место. Казалось бы мелочь, но очень помогает в организации пространства. Искрупнул для этого принтера, женат просил распечатать угловое кашпо. Видимая сторона была обработана, чтобы убрать следы от печати и покрашена. То, что будет скрыто и не видно, я не обрабатывал и оно выглядит вот так. Само собой видны следы от печати, особенно учитывая, что я печатал черновым слоем 0,4 мм и на повышенной скорости. Прослот пластика тут составил порядка 170 грамм. Еще для него распечатал вот такое маленькое кашпо. Тут тоже черновое качество, но уже без обработки. Ну и для розыгрыша я распечатал некоторое количество подарков, но об этом чуть позже. Давайте подробнее о самом принтере. Его можно заказать на Алиэкспресс доставкой со склада в России. На момент выхода видео ценник составляет чуть более 13 тысяч рублей с бесплатной доставкой к двери. Это, наверное, один из самых дешевых вариантов 3D принтера подобного класса. Ко мне принтер приехал достаточно быстро. Внутри все надежно упакованы в плотный пенопласт и расфасованно под пакетом. Принтер уже практически полностью собран и предстоит закрутить всего несколько винтов. В комплекте есть все необходимое, чтобы собрать принтер и сделать первые отпечатки. В том числе есть пробник ПЛА-пластика, ключи, пинцет, кусачки, игла для чистки сопла, стяжки, флешка с картридером. Еще в комплекте есть USB кабель, винты и детали, кабель питания, буклет и инструкции. Сборка достаточно проста и можно уложиться за минут 15 без особой спешки. Ну давайте рассмотрим этапы сборки. Для начала извлекаем сам принтер из коробки и удавляем транспортировочные вставки. Устанавливаем фиксатор оси XZ, кривежные винты пока что не трогаем. Устанавливаем ось XZ в посадочное место и закручиваем, но не затягиваем винты. Затем переворачиваем принтер на бок и винчим еще два винта внизу принтера, опять же пока без затягивания. Также без затягивания закручиваем винт сбоку оси XZ. И после этого можно затягивать все винты, начиная с тех, что соединяет ось XZ с фиксатором, потом на дне и в конце боковой винт. Далее ослабляем винты оси Z и соединяем ось с мотором с помощью болта. После этого фиксируем ось Z в верхней части принтера. Далее инструкция предлагает установить держатель катушки на два винта, но я этого делать не стал, так как у меня катушки располагаются сверху и в нем нет необходимости. И плюс принтер так будет занимать меньше места на столе. По той же причине я не стал устанавливать в рекомендованное место тефлоновую трубку для подачи пластика. Вместо этого я просто ставил небольшой кусок непосредственно в экструдер. На этом сборка принтера завершена. Как видите, ничего сложного. Переходим к первому включению. Экран удобный. Интерфейс на английском. Возможность выбрать русский язык на данный момент отсутствует. Меню в целом интуитивно понятно и удобно. Можно использовать как стилус, так и пальцы рук. Перед первой печатью можно проверить движение принтера по всем осям и работу концевиков. И обязательно нужно сделать калибровку. Для этого заходим в меню левелинг и переходим поочередно ко всем точкам. На каждый подсломл лист бумаги под сопло. Бумага должна лишь слегка отцепляться, но не быть прижатой соплом. Регулировка осуществляется гайками под столом и рекомендуется пройтись по всем точкам 20 градусов. Далее нужно заправить пластик. Для этого в настройках меню включаем подогрев сопла до 190 градусов и дожидаемся пока температура достигнет нужной. Удобно, что на принтере это можно сделать в два клика. Комплектными кусачками отрезаем конец пластика под углом 45 градусов и вставляем его в экструдер. Немного оттягивая фиксатор, протягиваем пластик до самого сопла, пока не начнет его выдавливать. Вставляем флешку с тестовым файлом, выбираем его и запускаем печать. Необходимо какое-то время, чтобы нагрелся печатный стол и сопло. После этого печать стартует автоматически. Во время печати есть возможность соследовать параметры печати, при необходимости менять их на ходу, что бывает весьма удобно. В результате получился вот такой куб. Я напечатывал его в двух экземплярах, черным и белым брулопластиком. Во всех случаях результат меня приятно удивил. Собрав из коробки, получилось хорошее качество печати сразу и без дополнительных манипуляций. Точность печати куба составила несколько соток миллиметров, что тоже впечатляет. Этим же классиком я напечатал тестовый кораблик Benchy, специально показывая крупным планом, чтобы можно было запретить укладку слоев. Для подготовки к печати модели вам будет необходимо выбрать и установить один из флайсеров. Я использую бесплатный вариант флайсера Kuro. Он не единственный, так что можете выбрать тот, который вам удобнее. После месяца эксплуатации и страшно более 1 кг пластика можно подвести итоги. Плюсы принтера, его легко и быстро собрать, он не занимает много места на столе и при этом выдает хорошее качество печати за свои деньги. Я могу смело рекомендовать его как первый 3D принтер к покупке или тем, кто ищет компактный вариант. Он позволит погрузиться в мир 3D печати без особых усилий и навыков. О минусах особо сказать-то и нечего. Есть небольшие косяки прошивки, например, не применяются измененные настройки для быстрого предподогрела стола и сопла. Он использует заводские настройки из 190 сопло и 60 стол, что в принципе не критично. И включение-выключение звука о завершении печати. К тому же я общался с производителем и они обещали выпустить исправленную прошивку. Еще, конечно, можно с натягом сказать об относительно небольшой области печати, но это компенсируется компактностью принтера. Ну а теперь время бонуса. Для тех, кто досмотрел до конца, рассказываю, как можно получить подарок с меня. В него найдет набор мини-шкорников, открывашка для банок Tami, держатель под тамиевские банки клея или смывок и подставка под аэроку. Для участия достаточно просто написать в комментарии под этим видео на ютюбе, чтобы вы напечатали путь у вас этот принтер, и оставить ID вашей странице в ВК, чтобы я смог потом с вами связаться в случае выигрыша. Доставка будет только по России и за мой счет. Чтобы увеличить свои шансы на победу, комментарии можно также оставить в моей группе ВК в посте под этим видео, а также подписавшись и оставив комментарии в моем Дзен-канале. Все необходимые ссылки вы найдете под видео, а лист от розыгрыша будет в моей группе ВК примерно через неделю. Спасибо за просмотр и удачи!